ну что братья и сестры вперед за приключениями сегодня исследуем как оказалось прекрасный неожиданно прекрасный городок грузии кутаиси честно говоря неожиданно потому что я думаю тбилиси понятно батуми понятно кутаиси думаю ну чё там ждать от кутаиси как-то особо ничего не ждал а когда посмотрели карту достопримечательности здесь столько всего и так вот удивляет приятно этот городок просто супер даже дороги смотрите какие дороги вот пожалуйста первая достопримечательность памятник который тоже возник неожиданно про него даже не знали какой-то мужик на коне а мужик на коне оказался великим грузинским царем давидом 4 в двенадцатом веке он выдворил турок из страны и взял под контроль большую часть кавказа а еще он понастроил много разной недвижимости за что и получил прозвище строитель царь давид канонизирован грузинской православной церковью это же сам царь давид ё-моё какой-то мужик ничего себе мужик погодка сегодня солнечная немножко облачка но они нас совершенно не пугают ветерок есть до 9 градусов на улице здесь немножко прохладнее чем в батуми потому что мы немножко в горах уже через 500 метров поверните налево такси виду небольшой провинциальный городишко да ну очень ухоженно чистенько все приятно да и нет это сумасшествие на дорогах дурдома вообще в батуми конечно запасаться впечатлил терпением огромным здесь очень спокойно дороги широкие машин не очень много как-то может пока не знаю но потом может быть потом будет больше пока рада пока да пока все нормально и все легко м м Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в нашей программе мы выбрали Геладский монастырь Очень почитаемое в Грузии место Известно оно тем, что здесь находятся Ну, пока еще не полностью подтвержденные данные Но, так говорят, что здесь находится могила царя Давида и царицы Тамары Правильно говорят? Царь Давид точно здесь А вот царица Тамара Ну, уже говорят, что 70% так дают Что именно царица Тамара похоронена тоже здесь Но это еще не совсем подтверждено Монастырь, хоть и находился на реставрации Но двери его были открыты Денег за вход не брали, возможно, потому что не сезон Говорят, что летом здесь толпы туристов И это неудивительно Монастырь уникальный в своем роде, как мы позже убедились Интересно Как у вас такое, Монастырь? Мама Через стерня к звездам Ух ты Ну, тут тоже камушки Мама, ну, Ра, по-узу Ага 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 И кто это такой прибежал? Привет Ой, ты Господи Яландский монастырь Монастырь находится всего в четырех километрах с северо-восточной Кутаиси Посреди живописных ландшафтов и бурной растительности долины Мцхета Собираясь к посещению Гелати, мы прочли лишь общее сведения из общедоступных путеводителей И поэтому вначале бродили по монастырю, просто разглядывая все вокруг Создавалось впечатление, что мы смотрим интересную книгу с картинками, но читать не умеем Музыка Обалденное место Вообще на древнереческие похожи Не знаю Не византийские, мне кажется И слишком глубоко Для Византии Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok И тут появился добрый человек, который предложил нам за небольшую плату подробную экскурсию по монастырю. Мы недолго думая согласились и в итоге нисколько не пожалели. До двенадцатой. Он арабов из Тпилиси выгнал, столицу Скутайси перенес в Тпилиси, тогда 12 миллионов грузинов. Это двенадцатый век. Довольно интересно, откуда делись, да? Сейчас около четыре миллионов. У нас были границы с Византой. Когда турки завели просто по Византой, очень огромный наш час тоже забрали. До того эпизона была наша территория. В данный момент на территории Турции около восемь миллионов грузинов живут. Там в два раза больше, чем здесь. Тут сейчас мы около четыре миллиона, а тут всего около восемь миллионов. Так было 12 миллионов при Давиде. Он построил первый академию, первый госпитал. И назвали Ахмашенебель, что такое великое государство построили. А тут, начало двенадцатого века, точнее, в 1106 году он начал строить монастырь. В 1125 году он умер. Этот храм достроен, но не смог докончить. Пресвятая, когда это мозаика, которая сделана в около двух миллион золотых камней. Только вообще у Марии больше двух тысячек. От пятимиллиметровых до двести миллиметровых. Это уникальное изделие двенадцатого века. Вот за этой мозаикой зашел Галатий Унеско. Это всемирное достояние. Очень долго делали. И после Давида через пять лет окончили его сын Дмитрий I. И в 1130 году, 21 сентября, это день Рождества Пресвятой Богородицы, открылся этот храм, храм Рождества Пресвятой Богородицы. Уникальное у нас то, что девять веков назад Давид как постоит, так стоит и стоит до сих пор. Она сейчас прямо на нас смотрит. Откуда они постоят? В любой точке на нас смотрит и благословляет. Спаситель на куполе тоже в 12 веке. Висота 36 метров. Представляете, в 12 веке постоит 12-й же дом. А вот в 16 веку, точнее, в 1510 году, турки обограли монастырь, задний тут пожар устроили. И передний час фрески восстановлены. В 16 веке некоторые восстановлены, некоторые заново написаны. Это вот задний час фрески 17 века. Прошу сюда. Это вот в короне прямо. Наш патриарх, 17 век, Закарий Акварий, а него и его патриарх, честно говоря, восстановлены задний час фрески в 17 веку. А вот этот патриарх вот тут у входа и покоронен. Вот там вот. Там потом тоже идем. А вот слева термия, единственная фреска нашего великого царя Давида. С угла там выходит Божья, рука от Бога благославлен, великое государство построили. Потом идут патриарх Евдемон, 16 век. Царь Багра Третий, Эмеретинский, 16 веке царство. Второго строителя называли при его царстве восстановленный основной часть фрески монастыря. Багра Третий, Евдемон Третий, где причислили к леков святых, Давида и сделали тот ход, откуда сейчас вы зашли. До того ход был через могилу Давида, мы еще дойдем до могилы. Вот Эмеретинский царь Багра Третий, кстати, насчет Эмеретии. Это регион Эмеретии, сейчас где мы находимся. Эмеретинский царь дал платину туркам. Еще были две царя восточные, Картлинский и Кахетинский, они дал платину персам. А уж в конце 18-го турки и перцы решили грузы по двой части разделить. И вот тогда мы Георгиевский трактор соединили с царской Руси. Царской Руси выгнали их обоих и были мы один из губерний при царской Руси до революции. В Келадском монастыле Усипанеца царей Багра Третий, но тут 23 грузинских царя похоронены. 11 объединенные грузы, а вот 12 имеретий. Всех могилей не знаем, которых знаем, сейчас по ходу всех покажут. Там рядом супруга Елена, сын Георгий II, супруга Руссутан. Это эмеретинские цари. Они все уходом в маленький храм Георгия Победоносца, они все там похоронены. Вот тут святитель-митрополит Еркатим Шармачиде, который при царской Руси был переселен в Петербург. Это 1820 год. Через два года он там умер и был похоронен Александром Вестеринском монастыле. Когда ему последую панахиду читали, он в гробу привстал. Кто напоследую панахиду находился в всех, благословил. Леоги продолжил успение. В 2005-м причислили кликов святых и святые мочи из Петербурга в институт. Пока сюда занесли, находились в Петербургском благовещении, и сюда монахи пешком занесли. Когда святые мочи из его благовещения вынесли радуга по им лазу в небо. Радуга села, потом к святым мочам и шла, и когда сюда захоронили, радуга сверху скупала истала, и пока нестимный радуга не уходил. Настоятель Свирского в монастырь приехали к нам со своими послушниками, паломниками, навестили святителя, который к гробу привстал, и вот подарок оставили икону великого русского святого, преподобного Александра Свирского. До сих пор лежали в гробу, до сих пор температура имеют 36,6, до сих пор чудеса творит. Это за Петербургом есть такой монастырь Александр Свирский, можете набрать интернет Александр Свирский, и вот такой живой лежит в гробу. И в таком месте наш Владыка поставил дву великие святители, друг на друга смотрели, эта икона вот тут там стояла, и сейчас когда леса поставили, время назад институт. Это святой Ефимий, который гробу привстал, благословил всех, когда йоги продолжил успехи. Вот тут тот патриарх, что я потом показал, надпись на столе Грузии со праздниками, «Кто откроет мою могилу, ус идет за мной». А конечно, никто не открывал, никто не хочет заниматься. Это вот пристройка 13 века, центральный хам 12 век. И вот тут фрески, то есть 16 век. Это вот преподобник Нианопфи. Это вот лакарь великий. Они аршенники, монахи, в пустынях проживали. Одежда ворвались, доски в таком виде, голем по пустыням ходили. А вот Иоанна креститила, что голову обретали, не нападу носу, а не с любовью сухой Родицей. Это из редких фресков, редких, где можно видеть. Называется «Геладская Пресвятая Богородица». Помогает бездетных женщин, баум, их чудеса прорит. И вот подарками переполнены места, вы видите. А вот предпоследний наш царь Соломон Первый. Турки, его сына обили, сам он два раза бежал ранее, не молодой в возрасте, 49 лет. Это он. Царь Соломон Первый. Сейчас мы заходим в том пределе, где молилась наша миленькая царь Царь Тамара. Это все престоли 13 века. Царь Сибири стала Лусипанцем. Там они захоронили ухода себя на настоя и завышали, что это Лусипанца царей. И царь Сибири стала Лусипанцем. Все эти престоли 13 века. Это предел архе первозванного. Когда в храме пришли, там росла служба. Наша великая царь Царь Тамара отделялась. Заходила сюда босая и на колене молилась о своей народе о счастье и свободе. Когда она умерла, один из версий, вот он был похоронен. Отсюда Тамара теряется и до сих пор не знает, где она находится. Это начало 13 века. Один арабский шейх. Хаде жили цена Тамара, там она отказывалась. И когда к нам зашли арабы, что вниз калечили прах и гроб, взяли там, а вот так запрятали, что до сих пор не знаем, где она находится. Ну она, 90 с лишним даже процентами, что она даже где-то тут запрятана. Исконя из того, что она очень хотела схорониться, это во-первых. А во-вторых все едут похоронен, они не порадят там строить. Век Деметре, первый отец Георгий, третий сын, как Руслтан. Это вот внук Тамара, Давид Нари, который воткнул тут похоронен. Он даже там запрятан. Но, кстати, пока еще не была жена. И вот эти фрески веком предали оригинальный XIX век. Это вот Георгий Победоносец, Димитрий Соловский. Сюда вот встаньте. И вот сверху нас смотрят Тамара, вот эта вот корона Ильи, очень плохо сохранилась. Это и есть Тамара. Откуда знаешь, что Тамара? Там рядом подпись на старогрузинском «Царь цари». А царь царей, если не женщина, кроме Тамары у нас никого не было. У Георгия Третого не было сына наследника, и дочку оставила царем. Она не царица, а царем была, великим царем. Построила очень много монастыря, поставила перед войсками, в войну ушла, помогала бедных, больных, и была очень благодушная женщина. А вот у нас один из великих царей Агентинолий Грузы, Георгий Пятый, блистательный. Это в XIV веке, когда от нас Монголии ушли. Монголии у нас находились в веки больше. Они зажили там в XIII веке. В XIV веке оттуда перешли то в Крым, то в Росток. Туонские и Крымские татары в большую часть через Грузию выходили. После ухода Монгола Георгий Пятый заново объединили весь Грузию. И во время правления Георгия Пятого Грузия блистела и назвали Георгий Пятый блистательный. Один из великих царей Агентинолий Грузии. Это звезда Давида, пророка еврейского. Давид писал псалмоны, которые мы читали в набросуждениях. И что наши цари и богатые они себя считали потомками Давида и Соломона. Иисус Христос тоже потомок Давида и Соломона. И наши царицы считают родственным для самого Иисуса Христа. Это он занял за рябина в фресках Георгий Пятогосца XIII века. Это его недавно написали. Иисус Христосмашка и икона называется Матерейская. Габриэль Пикозе был научным деятелем. Умерла жена и пятая детей. Страшная болезнь. С ним уже шла чума. Им весь имя погибло. Он отдал себя до конца к Богу и дошел до епископа, до владыки. Служил в Абхазе. 18 тысяч Абхазов крестили и привел к христианскому веру. Это 19-й век. Некрещенных Абхазов при царстве. Прямо на улице Стреля и тогда была русско-турецкая война. Некрещенные Абхазы и некоторые стороны Турка переходили. Много плохого делали царского душа. Он взял 18 тысяч Абхазов одновременно крестил и так спасли к христианскому. В последние годы служил в Герландском монастыре. Умер в 1896 году в январе. Снег был очень большой. И полтора месяцев не могли сюда поднять куда-то свезли в гроб. Потом сажать, прочистили дорогу и так поднялись сюда за это полтора месяцев как будто вчера умер. Так выглядели блестен. Причислили к леков святых. Я покажу икону святителя. Святой Габриэл он писал в завете, который на русском и на английском тоже. А там мощи Георгия Победоводства, апостола Матрея, Эодора Тирола. Наш царь Давид Савирал святых местах мира в Иерусалиме, в Константине, в Афинах и с двенадцатых хранятся в Галатском монастыре. А тут наш последний царь. Наш последний милихинский царь Соломон Второй. У Соломона Первого не остался своих наследников и он оставится Алешего племянника. Это Соломона Первого, брата сына. Звали его Давидом. И он так любил, что дядю сам себя назвал Соломон Вторим. Это 1811 год, после сидения губернатора с России до револуции. И это наш последний царь. Соломон Второй. А вот в углу посмотрите, и мы видим на дереве повешенную Иуду. Это из редких преск, редко где можем увидеть. Когда Иуда осознал, что он натворил, он 30 серебряных вернул назад и пошел и повесился. И когда он к дереву подошел, то чтобы опять не согрешил, самый большой грех это самоубийство. Терева вогнулась. Он на колени стал и все повесился. Не забудьте фотографировать, это из редких преск, редко где может увидеть. Потом судят Иисуса к Пилате приводят. Пилата как только изобразили. Руки умывает, пусть на ваша совесть так ходит, так судите. Потом на Голготскую гору поднимают. Это прямо наш патриарх Иосиф Гайнацкий, брат Солна Первого. Кому хода похоронен. Сейчас проходим в пределе Святой. Марики видят, как ученицы. Это Великий наш Иссалим, Вахтан Гордасалим, большая голова, который пошел в город Пилеси. Он с какого похоронен света исходили. Это Давид Строитель, наш Великий Давид. Он 2,40 был, а он 2,20. Рост? Да, рост. Такие высокие были. Да, еще высокие. Схета, видите, в Шадисховере смотрели? Да нет. Вот схета, когда попадете, в Шадисховере, там, где площадь, спасителя, и там увидите его рост, какой он рост на бокалочке. Интересно. Вот вы встали, я сюда фотографирую, хорошие фото уже ходишь. Вот. Сейчас все проходите. Этот предель Святой Марии Великовой Ученицы, и пресс, тут той 16-й, сюда встаньте, посмотрите, сзади здесь. Посмотрите, пять веков назад написано, как они выглядели. Да, так много. Так сохранившиеся фрески без груза, обойдете в ряд, где-то в дальности. Это 16-й век. Это вот Три Великовой Ученицы, Марина, Варвара, Катерина, Архангели. Деревянник Анастас Пресарский, он сделан в 19-й вековом, нижний камень, наш гусейский вариант. На этих колониях изображены четыре Евангелиста. Еще, Миша там, Спаситель Царском, в короне, это тоже из редких, редких, где будем видеть. Кто-нибудь видит этого Спасителя в Царском короне? Ага. Это вот, в 19-й век, при Царске Рус написано, где-то вот, в Подмосковье, Рублевская школа. Архангель, Михаил, огненным мечом, проразил врага Господня, дьявола. Сейчас время тут поставлено, на ресторанцию соберет в Венесе. Это, вот, оригинальный фреский двенадцатый, это тут, походу, изображен всем советским собором. Это, первый собор, который призвал сам Великий Константин в Никее 312 году, на котором присутствовал Николаевич Дотворец. Вот, на троне от Константин Великий, а вот рядом Николаевич Дотворец. в Великий Константин Великий, который вовремя святого Гавриила, служил в Геланском монастыре, в Сулупидзе, и их влетели до 100 лет, и 40 лет был настоятельом Геланского монастыря. Тут целый Александр Великий, господинский, в 18 веке, в 18 веке. Это, который был в Ирландии, поединок, на Амни. В этом храме шесть пределов, в шестих местах одновременно проходила служба. Тут было время в шестнадцатом веку, в этих горах проживали две тысячи монахов, но тут при святого царского, как называется, держава, недавно подарили наши грузы, не проживающие в Испании. В тринадцатый век под ним вода трещалась двенадцатого века. Первое, что сделал наш Великий Сардов, на территории монастыря в воду завел, потом начали в двойных монастырь. За гора, значит, там есть родственники, я туда-сюда завел керамичными трубами, вода, священная, святая вода. С двенадцатого века ты чё? А потом в тринадцатом веке Сорку достроили в Звонницу. Вот там такая кривая скала, вот на то искали бы по легенду золотое руно. Вот там зашли греки, Язон, Медея, а там из Звонница в шестнадцатом веке, недавно крышу сделали руины, идёмте. Вот там банахи проживают, а тут, когда наш митрополит приходит, здесь он и отдыхает. Вот наверху маленький храм базилика, это восьмой век сова священного. Там крышу недавно поменяли, сзади да, с тех пор банахи проживают. Там только крыша видно, среди деревьев, это храм с седьмого века святой Ильи. А тут шестой век святой Ильи, наверху базилика. Там везде монахи живут, в горах. Здесь тоже монахи проживают. Солнечные часы сделали здешние монахи в тринадцатом веку. Начинают слева с утра с восьми, вот так ниже против часовой стрелки доходят до семи вечера. Это у монахов было рабочее время, с утра с восьми до семи вечера. Потом молиться и спать ложиться. Этот камень, на котором чистят, до окошка единый камень. Видите? Около восемь тонн весит. Наверное, изначально 16 тонн. Приносить-то надо было, а потом обрабатывать. Как пинамиды, так строили. И шесть тонн. В двадцать пятом году умер наш великий царь Давид, и по его просьбе он был похоронен уходом Геладского монастыря. Прятал он все захоронили уходом, что после моей смерти, и когда на меня грешником, мой народ перейдет, что я чувствовал, что они так же крепко, так же благородно живут, как я их оставил. Он считал себя грешником, исходя из того, что много людей поубивали в бою. Он был очень боговерушен. Он без молитвы не выходил, и без молитвы он сподражился. Хотя то он завещал, но царь своей персоной как захотел, так они остановились, молились, и все на дворе переходили. И столько он сделал для аржейского народа. В двенадцатом веке нашей истории был золотым веком. В шестнадцатом веке причислили криков святых и сделали тот вход, откуда сейчас мы зашли. До шестнадцатом веке монастыря был отсюда. А вот после Давида царствовал его сын Деметре. Один ганджевский хан, ганджа в Азербайджане. В двенадцатом веке в Азербайджане государство не существовало. Там были маленькие ханские республики. И они нам дан платили. Вот именно ганджи проживали араби. И они захотели нам дан заплатить. И думают, что он такой крепкий будет, как его отец. И давай не заплутаем. Да. Деметре первый я подзовывал ганджу. Это тысяча тридцать двадцатый год. Снял там эти железные ворота, входящие в город. И принес их по веселу могилеца. В честь того, что отцу этим сказать, что это я тебе сохраню те границы, которые ты мне оставил, если больше я не сделаю, хотя бы того сохраню. И в честь этого имени эти ворота по веселу могилеца. Там надпись по арабски. Может по арабски молить. А я смотрю, арабская вязь. Не пойму, думаю, вроде не грузинская надпись. Откуда арабцы что-то писали, непонятно. Теперь все осталось на свои места. Эйдар Али был шеваназа. Эйдар Али был шеваназа. Они друзья были. И шеваназа были друзья. Вели эти ворота друг к другу. И столько весел, столько золота дам. Шеваназа подумал, подумал. Такой смешной ответ дал. Я же неправда. Кто брал попросил, может уйдет, говорит. При чем тут я говорю? Вот это от могилы его рост. Два метра двадцать, два сантиметра. Семь лошадей было во время боя. Те, что они были обмудрованы в лошаде, они не держали. Такую великую державу построили доброй внучкой. До целицы Тамарь Нашгот. Она началась в XIII веке. Потом арабы, монголы. И пошло, и пошло. Единственный. XII век для нас был золотым веком. И это построили наш великий царь Давид. И заодно замещали, чтобы будут усыпались от царей Бакаратионов. И после давили так, ну, двадцать, два царя Бакаратионов. Вот в таком месте сейчас мы находим дорогие гости. Пил грузин. И вот такой вот обед до последних сорок два года. Мальча не пил ни вина. Ни воды. Питался суровой пищей. Масло никогда не употреблял до самой кончины. Про воды в трубах. Двадцать девять он дал обед Мальчане. И должен до семьдесят один лет. Только принимал фрукты и овощи. Там же есть вода. И молча молился. И такие же бывают ближе к Богу. У меня это все эти мгновения появились. Это есть академия. Последний ход академии открытая книга. А в середине солнце. От книги получаем свет. Знания – это свет. Четыре апостола написали Евангелию. Лука, Матвей и Иоанна. Масло в том, что самая главная велигия на нем стоит весь мир. А вот наверху два креста долго персекают. Ух ты. Так прямо крест Англии первозванного, который в первом веке к нам зашел и занес крестяство. Тогда наш Матвей сейчас поднял свою веру. Второй святой ниней, четвертого веке, с нашей государственной религией. Верну вот веке кафедры, там сидели в дектора. В округу сидели студенты. Далит призвод таких знаменитых ученых тех времен, и Иоанна Петридзи и Арсена их альтуели. Потом кахет и открыл тару категории Халтойскую академию, Арсений Халтой перешел туда, который закончил великие наши писатели, что-то расставели. Тут изучали не только духовные, изучали народные, изучали аритметику, геометрию, грамматику, риторику, философию, астрономию. Звезды наблюдали в XII веку, тут учились и греки, и византицы. А сюда выходили государственные служники правленных государствах, давить хотел, что грузинский народ был образованным народом. То в XVI веке была академия, в XVI веке турки и персии нападали, везде война была, академия закрепилась, была трапезная монаха в XVI веке. Эта реставрация была в 2008 году, крещения была, вот в таком виде здании, сюда вот подходим. Это вот снаружи. Это внутри сейчас, где мы находимся. Здание, стая камня основные в XII веке, укрепили, перекрыли, это накрыли вниз. Это внутри сейчас, где мы находимся, все было с землей накрыто. Параллельно работали археологи, обнаружили кухня, винохраны, еще и природный колодельник. Сейчас покажем, это старый фрагмент. Еще обнаружили вот такими черепицами, было перекрыто X и XI век. Вот такими. И подобие этого образца сделали те новые перекрытия, которые, когда вы изначально заметили. Вот подобие этого образца. А вот тут в середине обновили двух тоников, в общем, сьем, надо было. Тогда мы на фитраке снимали, вилё принимали, вилё принимали до водоса, и по-чуть снимали. Иду, виноделье изучали. Со всей Европы проезжали. С Квецией, с Византией изучать. Там нет ли там больше? Попробуй. Нет, тут нет. Вилё у того, где там, у них закрыто. Сейчас пост. Интересно. Да, никогда бы не подумала. Вот в этих вот каушинах у нас до сих пор вино хранится. Называется Квейври. И чем дольше храним, тем лучше и крепче становится. Это все было тут зелье, как и так. Обнаружили. Виток раненышем. Виток раненышем. Это кухня. Это все было с землей, на 2008 году. А, так это кухня. А вот там был свечной завод 16 века. Недавно крышу сделали. Сейчас заходим только в них, где на брудной лесовке. Там правда пока не мешают. Это погребы. Это погребы. Да, но оба погреба. Там виног, знаешь, это погребы, знаешь. Вот где дерево качается, это часть. Два, так понимаешь. А вот большую часть винога не мешают. Угу. Сейчас заходим только в них, где на брудной лесовке. Звезды наблюдали днем и ночью. Как они передвигались. Потом сады немного чего вычисливали. Откуда могли видеть звезды днем без телескопа? Вопрос. Ну, из подвала, наверное. Точно молодец. Видно, человек начитанный. Вот и подвал. Вот и подвал. В подвале ход был снизу, заходили крепко, прикрывали, чтобы свет не зашел. Тут крыши не было. О, глубокий? Сейчас расскажу, около 7 метров. Подвал в таком положении. Верхняя часть узкая. Угу. Такой подвал, кроме этого, еще был чистый. То есть прямо смотря, стали боком, стали еще выше в горах, и весь небо изучали. И потом много чего вычислили. Потом они назывались звездочетами. Потом в 16-м, покупали, суштили, скопы. До того были звездочеты. Когда в 2008 обнаружили, позвали академий профессора и доказали, что звездочеты днем оттуда смотрели звезды. Угу. Вот там была первая столица Грузии. Там были? Багратское монастырь заходили? Потом туда поедем. Когда там зайдете, сзади там будете руины. Угу. Вот там была первая царская резиденция объединенной Грузии. Угу. И построил этот монастырь. Первый наш царь объединенный Грузии, Багратретий. Он начал объединять Грузии с Абхазией, с той части, которую нам турки отмели. Ну, я сказал вам, что у нас бирганица с византой. Все эти две части с Абхазией, с той части, которую турки отмели, наш царь Багратретий объединили весь Грузию, кроме Тмилиси. И вот там была столица. Угу. И тот монастырь отмышлен в 2003-м году. А в 1222-м году Давид был пятым царем, который столицу, а оттуда в 1222-м году перерез в Тмилиси. То-то было первая столица Грузия Беркутаисия. Это Баграты тоже знают. За этим бугром есть монастырь Муцамет. А были там? Нет еще. Арабы схватили их. Это восьмой век, когда они заводили Тмилиси, начали обыскать территорию. Схватили этих два брата и застали принять мусульманство. Мучали, резали, что с ними не сделали. Но они все равно остались христианами. Восьмом веке там был построен маленький храм. В 11 веке Баграт IV, дед Давида, построил монастырь прямо на скале. Монастырь там прямо на скале. Это бесподобная красота. Посмотрите обязательно. А вот Муцамет, это прямой перевод, мученики. И когда в храм зайдете, на правой стороне, чуть подняешься, вместе у тебя злоченный гроб. А вот гробу будут два черепа. Эти два черепа, этих два брата, Давида Константинов. Под ним пролезаете, загадывается желание, многих исполняется. Монастырь Басмол, это Сохастей называется. Сохастей – вечеркая сумма, я бы знал, что это отбеленый монах. Ячерник, прошу. Вот там, вирус, уже здание. Там был первый госпитал, который Давид построил. Когда находился на вещамбанях, и помогали им духовно и морально. Это дерево, это 150 лет. Узнали, наверное, в стройниках. Чипарис. Оцени. Мы здесь стоим на месте, где можем увидеть Георгию Памидрусца-Мару. Ох, красота. Ох. Турка, Георгию Памидрусца. Начало 12-е время. Ох, Господи. В 16-е, там же был кафедральный храм, в 16-е, это западная Грузия. Тут похоронен царь Баграта, при этом эритинском. Его сын, Георгию, и Паплиах, и их времена, и в демон Чхатизе. Сюда рядом с этим. Успение пришло до Богородицы. А там Иисус Христос заходит в Йордань, его на крестителя. Там сзади ангелы, вот это даже рыбы видны. Очень хорошие фотоны ходят. Иди. Потом переходят вверху в сторону. Преображение Господня, существие Святого Духа, воскрешение Лазаром. Посмотрите, какими огромными камнями постройка. Вот эта вот колонна до этого. Единый камень. В около восемь по месяц. Наверное, с начала 2016-го приносить-то надо было, потом обрабатывать, как пирамиды, так строили. Там тоже единый камень. Это было, например, старые инаконии, был его царские русско-писание, Димитрий Савонский. И там неопалитная петелка. Геллацкий монастырь называли в Таре Мерусалима, как самый большой духовный центр. И не Мафина, как самый большой культурный образовательный центр за Кавказы XII века. А отсюда, правда, академиями, госпитал. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Впечатлило. 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 Впечатлило.